Природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом. В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот – социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Однако любители тихой охоты не согласны. Отрицательно к этому отношусь, потому что люди не так у нас богато живут, а богатые они купят, не поедут. Идут те, у кого не хватает ножки свои поберечь можно, а исходить надо километры, чтобы что-то собрать. Плес для всех. Что хотят? И все. Как может, вот они, допустим, сколько мне надо собрать грибов для себя? Ну, как это можно определить? Какой пакетик? А если два гриба больше, то что? Ну, во-первых, народ ущемляет. Зарплата сейчас очень низкая, согласитесь со мной. Народ очень сильно защемляет. Это уже просто, я не знаю, как сказать. Минсельхоз указал на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу. Кроме того, управление этой отраслью разными органами власти не всегда синхронизировано. Надо зарабатывать, согласитесь со мной так же. Кто-то едет сам собирает, кто-то пошел и перекупил, кому-то так проще. Я вот, допустим, за что не буду перекупать ни гриб, ни ягод, потому что я занимаюсь сама. Основная цель этой инициативы – создать более заметные рычаги влияния на группы лиц, которые занимаются сбором дикоросов для коммерческой продажи. При этом не осуществляют никаких налоговых отчислений от своей деятельности. Формируется цена от того, сколько ягод в лесу и сколько на рынке. А перекупщик как поступает? Ну, надо у них спросить. Как привозят ягоды, обрушивают цены. Я думаю, что если перекупщики, люди таким образом пытаются хоть как-то заработать на жизнь в нашем государстве, не знаю, какие к ним требования должны быть. Другой вопрос – как найти ту грань, по которой можно определить, собирают ли дикоросы для собственного стола или они пойдут на продажу, достаточно сложно. И не исключено, что из-за этого могут пострадать и те участники горбатого бизнеса, которые просто не могут обеспечить семью без ресурсов лесов и огородов. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».